ГИБДД ищет дорожные ловушки. Что это такое? Расскажу все подробности в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. В феврале 2022 года ГИБДД совместно с Общественной палатой и с организацией InformAutoDor запустили проект под названием «Дорожные ловушки». Что же такое дорожная ловушка? Это ситуация, которую вы, наверное, зачастую видели на дорогах в своих городах, в своих регионах. Бывают такие ситуации, когда водитель думает, что он не нарушает правила дорожного движения, но по факту получается так, что он сталкивается с тем-либо иным нарушением. Например, к дорожным ловушкам относятся ситуации, когда дорожные знаки занесены снегом, например, либо там они закрыты другими какими-то объектами, другими дорожными знаками, светофорами. Про это я неоднократно уже на своем видеоканале показывал серию публикаций под названием «Невидимые знаки». В моем случае, в набережных челнах, это были знаки пешеходного перехода, которые в первом случае были установлены спиной друг к другу, то есть изображение не было видно для проезжающих водителей. Во втором случае знак был перекрыт в стойка от светофора. Наверняка таких ситуаций есть множество и других, то есть когда знаки бывают закрыты ветками от деревьев, бывает, что где-то заезжаешь на территорию, где запрещена остановка, либо стоянка, а соответствующий знак висит где-то там в стороне, либо слишком высоко, водитель его не видит, и так далее, и так далее. То есть таких ситуаций под названием «Дорожная ловушка» великое множество. В связи с этим как раз-таки был запущен в 2022 году этот проект. Он носит онлайн-формат. То есть что это такое? Вы можете сообщить в общественную палату России путем заполнения специальной формы в интернете о той, либо иной дорожной ловушке. Для этого нужно перейти по ссылке. Там будет небольшая формочка, там фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, телефон нужно будет доказать, название населенного пункта, и туда же к этой форме можно прикрепить фотографии размером до 20 мегабайт, чтобы было наглядно понятно, о чем идет речь. Соответственно, после того, как вы эту информацию отправите путем заполнения этой формы, она поступит в специальную комиссию общественной палаты России. Данные комиссии будут все эти вопросы рассматривать и, соответственно, будет определять исполнителя для решения данной проблемы, если она действительно будет подтверждена. Так, к примеру, если речь идет про дорожные знаки, про организацию дорожного движения, про какие-то ситуации, где водителям неясна ситуация на дороге, то в таком случае, соответственно, эта информация будет передаваться в региональное подразделение ГИБДД для дальнейшей проработки. Если же будут такие ситуации, где для устранения проблемы достаточно будет всего лишь усилий дорожных рабочих, то, соответственно, эта информация будет решаться без обращения в ГИБДД через InformAutoDor. Как объяснили в ГИБДД, цель данного проекта – это снижение негативных последствий для водителей из-за возникновения таких искусственных дорожных ловушек. Зачастую при попадании в такую дорожную ловушку водителю грозит либо эвакуация транспортного средства, если речь идет про парковку, либо незаслуженный штраф, либо, в самом худшем случае, это возникновение дорожно-транспортного происшествия. Поэтому, чтобы этого не было, именно для этого и был запущен этот проект. Ссылку для заполнения этой формы я оставлю в описании под данным видеороликом. Вы можете пройти, перейти, почитать подробности об этом. И если у вас действительно в вашем регионе, там, либо на вашем населенном пункте, вы точно знаете, что есть такие дорожные ловушки, с которыми либо вы сами, либо ваши знакомые уже сталкивались, то всю эту информацию, как я уже рассказал ранее, вы можете направить путем заполнения формы по этой ссылке. Я рекомендую все это дело в долгий ящик не откладывать, потому что нигде не указаны сроки действия этой онлайн-акции. Я предполагаю, что она будет не бесконечной, не на постоянной основе, а, скорее всего, она будет ограничена по времени. Поэтому я думаю, что такой шанс внести свою лепту в улучшение дорожной ситуации не стоит опускать. Зачастую под моими видеороликами бывает огромное количество сообщений, комментариев, как раз таки, где жалуются на ситуации, где неправомерно, например, считают, что стоят дорожные знаки, где там прямая какая-то свободная дорога, а там стоят знак ограничения 40, либо еще какие-то ситуации. Соответственно, сейчас у вас появился реальный инструмент для того, чтобы попытаться эту ситуацию исправить, не в комментариях в интернете, получается, а именно направив официально эту информацию в соответствующие органы. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным. Если вы сталкивались с подобными дорожными ловушками в реальности, помимо направления этой информации через эту форму, вы также можете поделиться ею за зрителями, в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока!